Ежегодно 25 июня отмечается День дружбы и единения славян, созданный для того, чтобы представители всех славянских народов помнили о своих исконных корнях. Символично, что именно в канун этого праздника делегация из нашего славянского района посетила белорусский город Молодечно. С какой целью представители нашего муниципалитета побывали в гостях у братьев славян, расскажут наши корреспонденты. Молодечно – это современный благоустроенный белорусский город, расположенный на реке Уша, в непосредственной близости от столицы страны. Это крупный промышленный, спортивный и культурный районный центр Минской области. Здесь ежегодно проводятся более 30 культурных мероприятий международного, республиканского и областного уровней. В середине июня уже в 14-й раз Молодечно стал столицей национального фестиваля белорусской песни и поэзии. В числе гостей фестиваля в этом году представители нашего района, прибывшие по приглашению председателя райисполкома Молодечнинского района Александра Ехновца. Поездка состоялась в рамках договора о сотрудничестве славянского района с Молодечнинским районом Республики Беларусь в вопросах экономического и культурного развития. В составе делегации из нашего муниципалитета председатель районного совета Григорий Литовко, начальник управления культуры Галина Черноусова и директор славянской муниципальной телерадиокомпании Григорий Трофименко. На братской белорусской земле славянцев принимали со всем радушием. Очень приятно, что каждый раз на наш национальный фестиваль песни и поэзии приезжают гости. Наши побратимы из соседних зарубежных стран. Мы давно держим хорошие отношения с российскими товарищами. Сегодня мы встречаем вашу делегацию у нас на земле. И вот это обоюдное общение, так скажем, на Ниве культуры, по-моему, оно делает свое дело в плане укрепления дружеских связей между нашими народами. В прошлом году делегация из Молодечно побывала на международном фестивале славянской культуры, который по праву считается визитной карточкой нашего района и очень созвучен с национальным фестивалем белорусской песни и поэзии. В этом году в Молодечно своим творчеством приехали поделиться более 20 молодых исполнителей. Помимо культурной программы, гостей фестиваля, представителей трех стран – России, Польши и Болгарии – ждали деловые встречи и экскурсии, в ходе которых они познакомились с хозяйственно-экономической деятельностью Молодечнинского района, побывали в социальных учреждениях, детских садах, гимназиях искусств. Гости посетили сельскохозяйственные спортивные объекты, этнический центр, где представлены предметы белорусской истории и культуры, а также одно из главных памятных мест Белоруссии – мемориальный комплекс «Хатынь». В рамках встречи славянцы побывали в столице республики – Минске, где для гостей была проведена экскурсия по спортивным объектам. Уникальное спортивное сооружение состоит как бы из трех объемов – это велодром с трибунами, вмещающими 2000 зрителей. Во время общения с белорусскими коллегами славянцы обсудили вопросы социального развития наших районов, эстетического образования и патриотического воспитания детей и молодежи, наметили дальнейшие планы совместных дел. В память о встрече славянцы вручили белорусам подарок. Уважаемые друзья, я хотел бы еще передать, мы подготовили вам альбом, вы были у нас, была белорусская делегация, здесь все отражено, здесь наш район, здесь ваша делегация. Мы подготовили, чтобы на долгую память остался славянский район. Спасибо. Подводя итоги поездки, председатель Совета Славянского района Григорий Литовко отметил, что сотрудничество между нашими районами способствует укреплению взаимовыгодных экономических и торговых связей. Объединению гражданского, творческого и интеллектуального потенциала для развития Славянского и Молодежненского районов. Алена Лавринова, Григорий Трофименко, Константин Моностренко. Программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует...